Если у вас есть желание заниматься любимым делом и получать от этого доход, вы можете оказывать услуги как самозанятые. Наше утро с бизнес-доктором. Так кто же относится к категории самозанятых? Это физические лица, которые не регистрируют ИП или юридическое лицо, но занимаются определенными разрешенными видами деятельности. Например, репетитор или фотограф. Регистрация в качестве самозанятых может также относиться к лицам, которые делают работу своими руками или силами, не привлекая сторонних лиц. Также вы можете выбрать несколько направлений видов деятельности, но тогда будет считаться более высокая ставка единого налога. Так какими же видами деятельности можно заниматься, уточним у специалиста? Физические лица вправе не регистрируясь в качестве индивидуальных предпринимателей с уплатой единого налога оказывать ряд услуг и выполнять ряд работ по заказам потребителей. Например, таких как письменный и устный перевод, парикмахерские и косметические услуги, штукатурные, малярные, стекольные работы, ремонт одежды, обуви, ремонт зонтов, сумок, производство обуви, а также ряд иных работ и услуг всего их более 30 видов. Кроме того, физические лица вправе также реализовывать на рынках и в иных установленных местными исполнительными органами местах изготовленные ими хлебоболочные и кондитерские изделия, готовую кулинарную продукцию. Те физические лица, кто имеет в собственности жилые помещения, садовые домики, дачи, не регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя и уплатив единый налог, вправе осуществлять сдачу таких помещений в аренду на сотки иным физическим лицам. Так как же в таком случае правильно стать на учет? Для того, чтобы уплатить единый налог и начать осуществлять деятельность, физическому лицу необходимо не позднее дня предшествующего дню начала осуществления деятельности представить в налоговый орган уведомление по установленной форме. В данном уведомлении необходимо указать вид деятельности, место осуществления деятельности и период ее осуществления. Уведомление подается за каждый месяц, в котором планируется осуществлять деятельность. Уведомление можно представить в любой налоговый орган, независимо от места жительства плательщика. Уведомление можно подать как в письменном виде лично, либо по почте, так и через личный кабинет плательщика, то есть в электронном виде. На основании представленного уведомления налоговый орган исчислит физическому лицу единый налог, исходя из установленных ставок единого налога в зависимости от осуществляемого вида деятельности и в зависимости от населенного пункта, в котором будет осуществляться такая деятельность. Исчисленную налоговым органом сумму единого налога физическому лицу необходимо уплатить не позднее дня предшествующего дню начала осуществления деятельности. Спасибо. Хотелось бы также отметить положительные стороны этой деятельности. Это фиксированная ставка единого налога, которая не зависит от дохода, но зависит от места регистрации и вида деятельности. Кроме того, отсутствует необходимость в отчетности, в кассовом аппарате, в книге доходов и книге жалоб и предложений. И самозанятый самостоятельно принимает решение платить взносы ФСЗН. Но я все-таки советую, если хотите в будущем получать пенсию, встаньте на учет и платите страховые взносы. Но есть и минусы. Ограничение по видам деятельности, которое входит в список разрешенных, запрет на привлечение помощников и соблюдение санитарных норм, например, для бьюти-услуг. Но этот пункт важен для любого бизнеса. Осуществление деятельности без регистрации юридического лица и ИП – это удобно. Но помните, что пользоваться преимуществами вы можете, если ведете дела законно. Ваш бизнес-доктор Ольга Рачко. Благодарим за гостеприимство кондитерскую Кейкс Бай.